Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, куда лучше ехать в Хургаду или в Шарм-эль-Шейх. Это два самых известных египетских курорта, куда в основном ездят все отдыхать. Россия, они украинцы, белорусы, все русскоязычные туристы. Итак, давайте по порядку. Смотрите, погода. В Шарм-эль-Шейхе погода чуть теплее, чем в Хургаде на 1-2 градуса. И в Шарм-эль-Шейхе чуть меньше дует ветра. Поэтому, смотрите, в Египте самый классный сезон для отдыха, это, допустим, с середины марта по середину июня. Летом очень жарко, зимой достаточно прохладно. И второй сезон – это осень, то есть в Египте лучше отдыхать весной и осенью. Так вот, если вы едете весной и осенью, в принципе, разницы особо никакой, можете ехать туда и туда. Но вот если вы едете зимой отдыхать, в Египте дуют очень-очень сильные ветра. И поэтому в Хургаде они дуют сильнее и здесь прохладнее. Поэтому, если вы хотите ехать, купаться в более теплом море, хотя, по мне, и в Шарм-эль-Шейхе, в Хургаде зимой оно прохладнее, то едьте в Шарм-эль-Шейх. И наоборот, летом, когда жара в Хургаде, вот из-за того, что дуют более сильные ветра и чуть попрохладнее, жара ощущается вот не так сильно. Вот я сейчас иду, например, ветер обдувает. Очень приятно, если бы ветра особенно днем не было, было бы очень-очень-очень жарко и некомфортно. Вообще, когда лучше ехать в Египте, я записал отдельное видео, посмотрите. Здесь я коротко сказал о погоде на двух этих курортах. Море. Смотрите, Египет, и в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде обмываются Красным морем. Но вот многие едут посмотреть в Египет как раз за красивыми рыбками, кораллами, то есть все прелести Красного моря. В Шарм-эль-Шейхе коралловый мир, подводный мир, он лучше. Больше кораллов, больше рыб, но это несет и другую. Второй момент. Очень многие заходы в Шарм-эль-Шейхе, песчаных пляжей, я там был, отдыхал, то есть неоднократно. Единицы. Практически все заходы – это кораллы. На многих, например, пляжах, у многих отелей надо заходить купаться именно с понтонов. То есть ты даже с берега просто не зайти. Надо заходить купаться в тапочках. Вы увидите, можете, рыб увидите, коралл прямо около себя, рядом с отелем. Но песчаных пляжев с классным заходом вы там очень сильно не найдете. Или вам надо выбирать отель специально, который оборудовал такой пляж. Там есть несколько отелей, но это надо очень-очень сильно поискать. В Хургаде, наоборот, около отеля практически вы не найдете, где посмотреть. С маской, с трубкой, с маской, где посмотреть рыб, вы практически не найдете, потому что таких мест мало. Но зато пологие песчаные заходы, большинство пляжей – это пологие песчаные заходы. То есть, например, если вы едете отдыхать с детьми, чтобы дети заходили, было мелко, приятно им зайти, то, возможно, лучше ехать в Хургаду, чтобы у вас был, если вы привыкли к морю, где можно купаться и вам нужен более песчаный пляж. Но и в Хургаде также, не переживайте, допустим, вы поехали в Хургаду, если вы захотели посмотреть рыб, что в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе, можно выехать на яхтах, прогулки стоят от 15 до 30 долларов, и вас вывезут в открытый море к этим коралловым рифам, где много рыб, и вы покупаетесь. Но в Шарм-эль-Шейхе они есть и рядом с отелями, а в Хургаде нет. Вот такая вторая особенность моря. Третья особенность – цены. Вот многие говорят, что в Шарм-эль-Шейхе чуть-чуть подороже. Смотрите, я отдыхал там и там, действительно в Шарм-эль-Шейхе дороже зимой. Но это случается из-за того, что, как я вам уже объяснял, в Шарм-эль-Шейхе зимой более теплая погода, поэтому общие цены на туры, на отели дороже, чем в Хургаде. Но, допустим, например, весной-осенью примерно цены на туры одинаковые. Так же, как и на отеле одного и того же уровня, допустим, 5 звезд одного уровня и 5 звезд в Хургаде, например, весной-осенью они одинаковые. Но зимой, да, в Шарм-эль-Шейхе будет дороже. И наоборот, зимой едут в Хургаде очень многие люди, которые хотят, наоборот, более дешевого отдыха. Очень бывают часто горящие туры, там прям очень даже дешевые, по очень приятным ценам. И в это время, например, едут из Хургады, допустим, меньше проводят времени на море, но едут по экскурсионным делам, например, в Каир, в Гизу. То есть более с экскурсионным отдыхом. Какая еще есть особенность отелей? Вот чем, например, Хургад от Шарм-эль-Шейх отличается? В Хургаде практически все отели, вот что дешевые, что дорогие, 4-5 звезд, вот я специально вам показал, вот они, вон там, они практически все расположены на первой линии, либо, ну, максимум, перейти через дорогу. То есть внутри города отелей нет. В Шарм-эль-Шейхе в основном четверки и пятерки расположены, допустим, на первой линии, даже пятерки какие-то хорошие, шикарные. Но бывает еще вторая, третья береговая линия, то есть отели попроще, классом. Они могут быть расположены, допустим, в 5-10 минут ходьбы до моря. На некоторые из отелей даже могут привозить, например, на специальном автобусе, трансфере. В Хургаде такого нету. Тут вот я иду, вот, как вы видите, по улице Мамша, вот там стоят отели, отели, они все на первой береговой линии. И поэтому в Хургаде, то есть даже если вы возьмете дешевый отель, это будет близко к морю. Но опять, когда я жил в Шарм-эль-Шейхе, мне даже нравилось прогуляться. Хотя я жил в четверке, мне прогуляться там, честно, не знаю, ведь третьи, вторые линии, 5 минут до моря прогуляться. Мне даже было за счастье, чтобы не только находиться в отеле, есть, кушать и пройтись там 10 метров. То есть для меня этой проблем не было. Но для кого-то это важно, особенно, ну, может, для пожилых людей, для тех, у кого проблемы с передвижением. Так что вот тоже имейте эту особенность в виду. Да, вот еще в Хургаде расположен, например, для дайверов, можно посмотреть не только там, допустим, кораллы, рыбы, но еще есть затонувший корабль с машинами, там, с военными машинами, с техникой паром затонул. Вот, надеюсь, я правильно выговорил его название. Думаю, кому интересно будет, те посмотрите. И вот тоже можно посмотреть. Кстати, вот вы за мной видите, что в Хургаде, что в Шарм-эль-Шейхе. Есть сейчас заброшенные магазины, заброшенные отели. То есть ковидные времена, времена кризиса прошлись и по этим курортным египетским городам. Вот смотрите, в основном по ценам, то есть, ну, может, в Шарм-эль-Шейхе чуть цены, допустим, поменьше для тех, вернее, повыше для тех, кто там живет. Потому что в Хургаде, например, это более такой город, где и живут, в том числе, многие египетские жители. Есть, например, рынки овощные, есть большие супермаркеты, есть рыбные рынки, где покупают еду местную, и там она дешевле, потому что в Шарм-эль-Шейхе таких мест нет. Это в целом курортный город. Ну, допустим, вот я гуляю на улице Мамши, и, например, также буду гулять в Шарм-эль-Шейхе, то есть в курортных местах цены в кафе примерно одинаковые. То есть, ну, турист навряд ли поедет на рынок, на овощной рынок, в Дахар, допустим, чтобы купить там овощи подешевле, или там будет, так сказать, супермаркет, чтобы купить еду подешевле. Он берет отель, все включено, все-таки кушает в кафе. Поэтому для обычных туристов вот этой сильной разницы, ну, разницы в ценах, я бы сказал, что нет. Вот еще один важный момент – экскурсионный отдых. Как, допустим, из Хургады удобнее ездить по основной достопримечательности именно с самого Египта. Смотрите, в Каир из Хургады ехать, допустим, пять часов, из Шарм-эль-Шейха чуть подальше шесть. То есть особой разницы нет. В принципе, можно съездить и из Хургады, и из Шарм-эль-Шейха на пирамиды Гиза. Каир – это как раз вот известные пирамиды Гиза, пирамиды Хеопса, пирамиды Хефрена. Ну, одно из восьми чудес света, одна из главных достопримечательностей Египта. Вот, но, например, если вы хотите поехать, есть еще одна классная достопримечательность, тоже очень известная, историческая. Это город Люксор. Там Карнакский храм, город мертвых, очень большая архитектура, очень красивое место. Я там был, рекомендую съесть, если есть возможность. То туда лучше ехать из именно Хургады. Потому что ехать всего 4 часа, а, например, из Шарм-эль-Шейха только с самолетом – это будет дорого. Из Хургады, вот, например, экскурсии в Каир и Люксор стоят 45-50 долларов. То есть на один день вполне можно съездить и посетить оба этих самых главных исторических мест, исторических достопримечательностей Египта. Но, например, из Шарм-эль-Шейха, когда открыта граница, там находится рядом и Ордания, старый город Петра, и Ордания – это другая страна. И можно поехать на экскурсию в Израиль. То есть, допустим, если вы хотите посетить Израиль и Орданию, а не только один Египет, то, может, есть смысл поехать в Шарм-эль-Шейх. Вот такие вот самые основные вещи. Вот в чем разница этих городов в основном. В остальном, что этот курортный египетский город, что другой курортный египетский город, каких-то разниц для туристов нет. Для тех, кто хочет ехать, как вот я, например, на один, на два месяца снять квартиру, жилье, дешевле это будет сделать, выгоднее в Хургаде. Потому что здесь, помимо туристов, есть еще доступное жилье, живут местные люди. В целом, жизнь, например, если покупать на рынках, в супермаркетах меньше, цена на аренду жилья на один-два месяца пониже. То есть для зимовщиков, вот я сюда на зиму прилетел, для тех, кто хочет ехать на один, на два, на три месяца в Хургаде, будет жить выгоднее. Ну все, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Здесь я постарался рассказать коротко, без воды, самые главные отличия Хургада от Шарм-эль-Шейха и куда кому из вас лучше ехать. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok